Человек, который внес колоссальный вклад в развитие Самарской губернии и издание, которое играло заметную роль в жизни ее столицы. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения Петра Алабина и 140 лет со дня выхода в свет первого номера Самарской газеты. По такому случаю в библиотеке имени Крупской открылась выставка «Самарские имена в истории города». Во взаимодействии двух тем, двух юбилеев, это особенно имеет огромное значение и объем материала настолько широк, что хочется восполнять то невосполненное ранее, узнавать больше и развивать свои познания. Ведь и Самарская газета, и Петр Владимирович Алабин внесли неоценимый вклад в изучение и развитие историка культурного наследия нашего города и Самарского края. Выставка состоит из двух разделов. Первый – биография Петра Алабина и его деятельность на должности городоначальника Самары. Второй – экскурс в историю Самарской газеты. Представлены афиши из издания, на стендах гости могут ознакомиться с историями авторов, которые работали в газете. Среди них такие именитые люди, как Максим Горький, Николай Гарин-Михайловский, Степанский Талец. Важно знать историю родного города, развиваться в дальнейшем, также знать, как это все создавалось и делать это лучше. Выставку подготовили при поддержке Самарского литературного музея. В течение месяца сотрудники библиотеки будут активно проводить экскурсии. Увидеть экспозицию можно будет всю осень, а потом она станет передвижной и с ней смогут познакомиться самарцы из других районов. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События.